Итак, Олла Порфаворес, Саньора Конкистадора, я вас приветствую. И в начале, перед началом видосом, некое пояснение. Вот этот кусочек, там несколько секунд, там, может, минута с чем-то, я потом вырежу когда-нибудь, когда это станет уже неактуальным. А здесь маленькое объявление. Значит, я месяц не выпускал никакого видео на Теории ДВС по понятным причинам, потому что уже более месяца продолжается война России против Украины. И я сейчас нахожусь в вынужденном изгнании. В общем, кому интересно, чего, как, почему, где, что и все такое прочее, это на втором канале. У меня есть там целый цикл видосов. Не так часто, конечно, я их записываю, как хотелось бы, но вот сейчас уже должен немножко почаще их писать, потому что мой рабочий зомбокомпьютер со мной. Вот, что, как, это я уже говорю, это на втором канале. Ссылка в описании, кому, кто интересуется. А это видео по основной теме. Ну, тайм-код, собственно, там указан снизу и видео разбито. Поэтому мы переходим к основной теме. Итак, я вас приветствую еще раз. Это видео посвящено конструкциям, альтернативным конструкциям двигателя внутри возгорания, которые, в принципе, к сожалению, ну, может, не к сожалению, но они, в принципе, являются нежизнеспособными. Иногда мне люди писали, что вот там есть там кто-то изобрел какой-то двигатель, там какая-то схема, которая принципиально там отличается от классического ДВС, кривошипно-жатунного, то, ну, типа, посмотри, вот что ты скажешь по поводу этого и так далее, и так далее. Вот я решил сделать такое видео. Некоторые названия двигателей либо авторов я не знаю, потому что я их давно еще когда-то этот материал собрал. Я вот сделал такой топ-7, на мой взгляд, нежизнеспособных конструкций. Перед тем, как мы перейдем к рассмотру первой конструкции двигателя, я хочу заметить, что любая конструкция, которую я буду рассматривать и рассказывать, есть одно единственное правило, которое, ну, на 95% любых альтернативных двигателей подходит. Это правило касается динамических нагрузок внутри самого двигателя. Дело в том, что обычный классический ДВС, который с коленвалом идет, коленвал, криво-шатунный механизм, это единственная часть двигателя, которая испытывает просто громаднейшие нагрузки внутри самой системы, то есть для того, чтобы преобразовать возвратно-поступательное движение и давление газов в крутящий момент, в энергию, и чтобы дальше ее можно было использовать. То есть это самая нагруженная часть. Коленвалы всегда выполняются максимально прочно, жестко, и все равно они лопаются, что-то с ними случается, они гнутся и так далее, и так далее. И вот исходя из этой информации, то есть вся, любая конструкция может работать на бумаге, но когда ты это все переносишь в динамику, в нагрузке, ты увидишь, что конструкция, к сожалению, не дееспособна. И вот я сейчас вам на наглядных примерах это продемонстрирую. К сожалению, рисовать на доске у меня нет возможности, поэтому будем использовать просто анимацию, которую где-нибудь здесь буду вставлять. Итак, переходим к первому двигателю. Первый двигатель это седьмое место, мы как бы идем с конца, это же топ-7 все-таки. Это двигатель, который имеет нестандартный кривошипно-шатунный механизм, причем надо заметить, что вот эта схема, она принципиально не сильно отличается от классического двигателя с коленчатым валом. Здесь точно так же присутствует кривошип со смещением, здесь точно так же присутствуют поршни, которые перемещаются, ну, то есть вознагно-поступательное движение осуществляют. Единственное отличие его в том, что здесь схема разработана таким образом, здесь есть паразитная шестерня, есть большая шестерня, в которой эта паразитная шестерня перемещается, и все сделано для того, все эти изощрения, для того, чтобы убрать вот это вот отклонение шатуна от поршня, ну, то есть влево-вправо, то есть как в классической схеме ДВС. В данном случае это, в принципе, не решает никаких абсолютно проблем и задач, потому что отклонение шатуна, это, ну, скажем, настолько копеечные какие-то потери, которые, в принципе, могут быть. А вопрос заключается в эффективности конструкции и о передаче крутящего момента. Если мы посмотрим внимательно на анимацию, мы увидим, что здесь присутствуют те же самые проблемы, которые присутствуют в обычном двигателе внутреннего сгорания, а именно, когда поршень находится в верхней мертвой точке, то есть в МТ, и давление газа над ним максимальное, то полезная работа равна нулю, потому что кривошип и шатун между собой, они имеют угол развала 180 градусов, то есть они стоят перпендикулярно друг относительно другу, соответственно, нет никакого плеча по передаче вот этой вот энергии газа в превращение в крутящий момент, и какое бы там давление над поршнем не было, эффективность и в этот момент работа равна нулю. Дальше по мере проворота двигателя, то есть по голеничного вала, точнее, появляется там угол, и происходит передача крутящего момента. Ну, чем дальше перемещается поршень, тем падает давление, ну, соответственно, да. Здесь происходит абсолютно все то же самое, потому что в верхней мертвой точке передача какого-либо крутящего момента равна здесь нулю, несмотря на то, что тут есть такая своеобразная схема, ну, можно назвать ее там замысловатой, если кому-то так будет более проще для восприятия. Но, тем не менее, схема здесь абсолютно ничем не отличается по передаче крутящего момента. В верхней мертвой точке никакой передачи нету. То есть здесь решается только момент с отклонением шатуна, в принципе, который никакого смыслового, там, смысловой нагрузки не несет каких-то потерь или еще чего-то. Поэтому, ну, эта схема, она, в принципе, жизнеспособная, она может работать, потому что, например, двигатель Ванкеля, роторный двигатель, он имеет подобную схему, там ротор по шестерне ходит. То есть такая схема, в принципе, работоспособна. Но смысла в ней, ну, в принципе, никакого нет, ни хуже, ни лучше. Далее, шестое место. Я разместил вот такую вот анимацию, которую я нашел в интернете. Кстати, если вы знаете название автора, напишите мне в комментариях, я добавлю, мне, в общем, несложно. И на этой анимации изображен такой крестообразный, если можно так выразиться, двигатель, который тоже имеет схему, где шатун не отклоняется от поршня. И такая схема, то есть, что они стоят друг относительно друга, ну, таким крестом, да, и идет передача крутящего момента. Такая конструкция, в принципе, плюс-минус она работать может и будет. Но возвращаемся к самому главному правилу. Дело в том, что вот эта вот вся часть, которая выполнена в виде кривошипа, ну, скажем так, коленвала, она будет испытывать очень большие, естественно, нагрузки. То есть, максимально то, что двигатель может развивать. Соответственно, если это сделать объемом, там, каким-то кубов в 200, может, система может и будет работать. Я имею в виду долго, длительное время какое-то. Если сделать это объемом хотя бы, там, литра два, такая схема, в принципе, работать не будет. Она просто быстро будет разрушаться. А для того, чтобы она не разрушилась, чтобы не пообрывала вот эти вот все моменты, не разорвала его в хлам, нужно делать вот эту вот всю систему с кривошипом значительных, больших, огромных размеров, внушительных. Соответственно, если ты сделаешь ее больших размеров, вся эффективность просто потеряется, какая бы там она ни была. К тому же, здесь все равно, как и в первом, так и во втором варианте, то, что я вам показывал, здесь сохраняется момент с возвратно-поступательным движением поршня. Это самый главный тормоз двигателя внутреннего сгорания обычного классического. Это в том, что поршень, ну, очень много энергии тратится на его разгон, потом торможение, потом разгон в обратную сторону. Здесь присутствует абсолютно все то же самое. То есть, в этом плане он никакой эффективности в плюс обычного ДВС иметь не будет. А вот габариты у нее будут какие-то такие внушительные. На пятом месте здесь анимация плюс видео от автора, ну, в общем, с такой живой конструкцией. Это некий бесшатунный механизм на ИШ-ПС-400. И вся, как бы, его альтернативность и плюс то, что заявлено автором, заключается в том, что шатун, он, опять же таки, он не отклоняется от оси поршня. При этом присутствуют те же самые возвратно-поступательные все массы и все остальное, только шатун не отклоняется. При этом, если мы посмотрим, допустим, это анимация, если мы откроем видео, где оно выполнено уже, в принципе, ну, то есть в корпусе, то мы заметим, что схема принципиально по эффективности от классического кривошипа абсолютно ничем не отличается. Там идет привод кривошипом, здесь привод на эксцентрике, но точно такая же присутствует проблема, что в верхней мертвой точке максимальное давление над поршнем и нет никакой полезной работы, потому что эксцентрик находится, ну, по центру эксцентрика, то есть ничего оно не может сместить, то есть чтобы сделать какую-то эффективную работу. Даже вот видно, как человек перемещает руками и видно, что, ну, то есть когда он доходит до какой-то мертвой точки верхней, нижней условно, то есть, ну, система останавливается. При этом, ну, то есть какой-то полезного действия здесь нет. При этом система имеет какой-то некий шатун с направляющими, и, естественно, вот эта вот система, то есть шатун должен удерживаться четко вот в своем положении, это значит, что вот эти направляющие, они будут разбиваться, естественно, потому что там будет большая нагрузка. Для того, чтобы они не разбивались, то есть нужно делать дополнительную туда смазку, нужно делать какие-то антифрикционные накладки. Вы понимаете, что это все недолговечно. То есть в любом случае, какие бы ты туда антифрикционные накладки все ни сделал, оно не будет работать там тысячи и тысячи километров. Ну, не будет просто физически. И при этом, если учитывать, что эффективность у него, ну, в принципе, стандартная. На четвертом месте смещен двигатель Горшкова. Это то, что вот я запомнил, нашел в интернете. Дело в том, что вот эту схему, которую представляет человек, я лично вот такую вот систему придумал, ну, дошел к этому головой, еще когда мне было лет 18 или 19, когда я только-только изучал теорию ДВС, то есть я читал литературу, я прочитал о проблемах, которые присутствуют, что как раз в верхней мертвой точке нету никакой передачи энергии. Все, и я подумал, что вот если сделать вот такую вот схему при помощи шестерни и внутри зубчатой, ну, как такого зубчатого прямоугольника, да, для передачи крутящего момента, то эффективность возрастет. И действительно, ну, действительно, это правда, эффективность возрастает, потому что именно в этой схеме хотя бы присутствует решение вот как раз вот этого момента. То есть в верхней мертвой точке он находится на шестерне, и там идет мгновенное переключение, то есть вот этой каретки, и уже прямо там почти у самой верхней мертвой точки у тебя фактически полностью на кривошип может передаваться энергия от сгоревших газов, потому что там идет шестерня, зубы и так далее. Но проблема-то здесь в том, что я как это придумал, естественно, я такой думал, о, какой я молодец. А потом я почитал литературу и еще дальше углубился. В это я не стал рассказывать всем, что я тут придумал альтернативный двигатель, альтернативную схему. Такое, кстати, у меня в жизни было раз 10. И потом я читал, что я что-то придумал, мне кажется, это прикольным, интересным. А я потом читаю и вижу, что к этому уже еще кто-то догадался, еще раньше меня, так лет сто назад. И, в общем, пробовали, и получилось немножко другое. То есть эффективность от этого, да, действительно будет больше, если сделать такой двигатель. Но если вернуться к самому главному правилу, это нагрузка. И от возвратно-поступательно-движущихся масс, то мы увидим, что эта система, к сожалению, не жизнеспособна. Если сделать, вот как представил автор на каком-то маленьком, малообъемном двигателе, ну, система будет, в принципе, работать. Если вы сделаете это на какой-то автомобильный двигатель, там, хотя бы литра на два, система даже, там, не то, что тысячки километров она не проедет, она даже сотен километров не проедет. Потому что вот вся вот эта вот энергия передача от сгоревших газов, она идет через вот эти вот маленькие зубки на шестерне. То есть, соответственно, их просто оттуда срубит, сломает мгновенно, из какого бы материала оно не было бы сделано. Это первый момент. Во-вторых, вот эта каретка, как на анимации видно, что в одну сторону, то есть, оно идет, оно стоит как-то в одном положении, и потом, когда оно доходит в нижнюю мертвую точку, оно как бы щелк, переключается. То есть, там дополнительные еще направляющие, и идет наверх. Потом наверх, он щелк в сторону и переключается. То есть, получается, что в верхней, нижней мертвой точке вот эта вот каретка, она должна переключаться за очень короткое время. То есть, если, допустим, рассматривать обычный ДВС, да, тысяча оборотов, и там идет плавный разгон и торможение поршня, то есть, из нижней мертвой точки по провороту 90 градусов коленчатого вала поршень разгоняется, остальные 90 градусов он тормозится. То есть, здесь получается так, что при всем ходе поршня, его ход 90% он идет, как бы, ну, можно сказать, с постоянной какой-то скоростью, и потом в конце мгновенно он должен затормозиться и переключиться, вот эта вот каретка должна перескочить. То есть, нагрузка на вот этот вот механизм просто катастрофическая. И для того, чтобы эта система работала, там этот механизм нужно сделать каких-то очень огромных внушительных размеров. И то не факт, что он будет иметь хоть какой-то адекватный ресурс. А если его сделать огромных размеров, ну, вы сами понимаете, что добавляются возрастно-поступательные движущиеся массы, и просто напрочь теряется какой-либо смысл от двигателя, даже если он там имеет какие-то действительно улучшенные параметры. Поэтому, к сожалению, система эта не дееспособна. На третьем месте это, в принципе, продолжение вот этой вот темы, ну, в виде анимации. То есть, примерно то же самое, что я вам только что показывал, но только применяется здесь, ну, немножко другое. То есть, если там каретка переключается, то здесь применяется шестерня, которая идет не на весь вал, то есть, частично, и она, как бы, переключается, проходит. То есть, одну часть каретки, потом другую часть. Присутствуют абсолютно все те же самые проблемы, которые я только что вам описал. Единственное, что здесь более усугубляется все тем, что если там хотя бы полноценная шестерня, и всю каретку, как бы, шестерня, ну, физически тормозит на себя, то есть, снизу и сверху, то здесь все торможение двух поршней, вот всей вот этой вот системы, всей этой массы, осуществляется переходом на один единственный зуб, ну, на несколько зубов, когда оно сверху, ну, в анимации видно, что когда с одной части каретки, то есть, эти зубы переходят на другую каретку. То есть, эти зубы, ну, то есть, такую конструкцию раскрутит, и там на тысячу, ну, может, полторы тысячи оборотов, и эти зубы просто сорвет, они отлетят, и все, система нерабочая. Плюс вот эта вот вся каретка внутри, то есть, она будет подвергаться распиранию, естественно, то есть, раскрыванию, то есть, наверное, должны быть какие-то направляющие дополнительные, которые будут прижимать все это. Ну, то есть, система, к сожалению, она не жизнеспособна. То есть, на бумаге, да, на бумаге там крутящий момент должен появляться прямо сразу же, не отходя от кассы, прямо в верхней мертвой точке на максимальном давлении газа будет крутящий момент. И, кстати, придбавьте сюда тот момент, что раз, вот так, то есть, этот двигатель должен развивать, по идее, при всех тех же параметрах, я имею в виду объем, там, давление газа, все, он должен отдавать больше мощности, потому что эффективнее механизм. Теперь добавьте сюда слабые вот эти вот зубы, то есть, их в любом случае просто оттуда ваторвет. Поэтому, ну, к сожалению, не жизнеспособная система. На втором месте я решил разместить такую довольно старую тему, или выражаясь языком молодежи, баянестую тему, да, это Йомобиль. Было такое лет, по-моему, сколько, 12-15 назад, что там прям какая-то мега новаторская конструкция, Йомобиль, который может много чего и так далее, но все это никуда не пошло, естественно, дальше презентации. Но шумиху раздули довольно серьезную и конкретную с этим Йомобилем. К сожалению, вот его конструкция, то, что я вам показывал до этого, до этого вот эти вот все схемы, несмотря на то, что есть там всякие нюансы, они более жизнеспособные, чем вот этот вот Йомобиль. Давайте начнем как бы сначала, то есть у вас идет анимация, давайте начнем с простых вещей. Как я уже рассказывал, проблема любого поршневого классического ДВС заключается в том, что у него есть в наличии возвратно-поступательно-движущиеся массы, то бишь поршня и шатуны, которые разгоняются с нуля до максимальной скорости, потом тормозятся и разгоняются в обратную сторону. На это тратится очень-очень просто катастрофически много энергии. И, ну, со всеми вытекающими обстоятельствами. В этом же варианте, то есть применяется торообразный цилиндр, круглый, и там ходят четыре поршня. И в какой-то момент вот эти одни-два поршня, как бы они разгоняются, потом они останавливаются, выполняют роль, ну, как там, стенки камеры сгорания, происходит воспламенение, и другие два поршня проворачиваются, потом те два поршня тормозятся, а эти проворачиваются. То есть эта схема, она намного сложнее, потому что торообразный цилиндр, но она имеет абсолютно все те же самые критические нюансы, которые имеет обычный поршневой двигатель внутреннего сгорания. В данном случае нету никакой разницы, разгонишь ты поршень от нуля до максимума, потом затормозишь в ноль и в обратную сторону будешь его разгонять, либо этот же самый поршень ты от нуля разгонишь до максимума, затормозишь его в ноль и потом будешь разгонять его дальше опять в том же самом направлении. Нет никакой разницы принципиальной. Все равно идет огромная, огромнейшая потеря какой-либо там кинетической энергии, и это все, что хочешь тратиться. Но на самом деле то, что я вам сейчас рассказал, это далеко не самое интересное и важное с этим двигателем. А самое интересное это то, что, как я уже говорил, это торообразный цилиндр, в нем ходят поршни, ну как бы по кругу. То, что эти поршни сложной конструкции, цилиндр выполнить сложно, это и так понятно. Меня больше всего интересует другой момент. На всех анимациях показано все красиво, но не показывается тот момент, а как оно уплотняется? Ну то есть между двумя поршнями получается камера сгорания. Хорошо, окей. Но поршни, они же какими-то державками, назовем это шатунами там, да, они же крепятся к валу, который вращается на валу отбора мощности. То есть они же вращаются вот так вот, да. То есть, соответственно, в цилиндре там есть некая прорезь для того, чтобы было перемещение. И так как расстояние между этими поршнями постоянно меняется, соответственно, там не может быть чего-то, что вращается вместе с поршнями там. Ну то есть как происходит уплотнение? Нигде об этом, у меня информации нет. Я сколько не смотрел, я не мог найти. Если у вас есть информация, напишите мне, мне самому будет интересно. Но в данном случае тут, в принципе, такая схема нерабочеспособная от слова вообще. В принципе. То есть уплотнения там никакого нет и не может быть. Ну и дальше самое главное то, что вот этот вот механизм на анимации, который показан, который выполняет вот эту вот функцию по торможению и ускорению вот этих поршней. То есть по факту у тебя находится вал отбора мощности, который должен иметь плюс-минус постоянные обороты. А вот эти вот поршни, которые ходят внутри этого торообразного сориндера, вот они-то как раз должны там замедляться, ускоряться и так далее. То есть для этого применяется некий механизм там с вот этими вот шатунами, ползунами, чем-то похожий на механизм с грузиками на трамблере, но на самом деле нет. И механизм сам по себе сложный. И умножай все это на динамику. В динамике это просто развалится, рассыпется, разлетится на осколки. Поэтому это так и не пошло. То есть шумихи раздули в свое время, но это нежизнеспособная конструкция в принципе. Она ничем не лучше обычного двигателя. Она хуже, потому что она сложнее и менее надежная. И как ты его не сделай там по японским технологиям, на японских станках, японским материалам, ничего это, к сожалению, не изменит. Ну и на первом месте это анимация двухтактного, без кривошипно-шатунного, без коленвального двигателя. Я поставил это видео на первое место, потому что это видео меня просто повергает в шок. Я не знаю, кто вот это вот проектировал. Я вспоминаю историю о том, как мне какой-то парень писал и говорил, что он там что-то изобрел, какой-то там новый тип двигателя, еще что-то. И я его спросил, что-то я его спросил. Он говорит, а я не знаю, как работает механизм газораспределения. Я ему говорю, чувак, ну так а какой смысл мне с тобой разговаривать о альтернативных каких-то двигателях, если ты даже не знаешь, как работает обычный стандартный ДВС. Вот мне такое впечатление, что человек, который изобрел вот эту вот анимацию и делал, он в принципе даже не задумывался, не то, что там поверхностно не читал, не зря, он в принципе даже не задумывался о том, как все это должно работать. Значит, ну начнем как бы с простых вещей. Мы начнем с конца. Вот мы сейчас перемотаем. В самом конце, например, осуществление, когда-когда осуществляется впуск. Впуск здесь осуществляется при помощи такого некого шибера. То есть, ну, что-то чем-то прохожее на шторку от трамблера. То есть, есть окно, он проворачивается, окно это совпадает с каналом, открывает, происходит впуск топливо-воздушной смеси, потом оно перекрывается, и топливо-воздушная смесь идет дальше. Вот эти вот моменты по улучшению механизма газораспределения существуют с момента изобретения обычного ДВС с клапанами. То есть, клапана, ну, если так разобраться, механизм ГРМ, он, скажем так, далеко не настолько эффективный, каким мог бы быть. И проблема в том, что тарельчатые клапаны используются до сих пор, потому что они обеспечивают стопроцентную гарантию герметичности и в то же время у них просто огромнейший ресурс. В данном случае что-то вращается в цилиндре. То есть, для того, чтобы обеспечить стопроцентную герметичность, там должно быть очень хорошее плотное прилегание. Если там будет хорошее плотное прилегание, там будет трение. Соответственно, час работы, ну, максимум два часа работы на стенде этого двигателя, и все это уплотнение просто улетучится. Ну, невозможно, тем более там смазки никакой фактически нет. Да даже если бы была смазка. Ну, то есть, это трение просто убьет вот эту вот шторку, и после того, как двигатель заглохнет, ты его даже завести не сможешь. А может быть, он даже и сам по себе заглохнет. То есть, не ты его заглушишь. То есть, это уже как бы нет, это все. То есть, и так работать оно не будет. А если там сделать какой-то зазор, там, десятку, пару соток, оно тоже, в принципе, работать не будет. Вообще не будет. Не то, что в принципе, а в принципе слово вообще. Потому что уплотнение-то должно быть. Оно должно уплотняться. В том-то же и дело, как бы, и смысл всего механизма газораспределения, чтобы четко пересекать и отрубать потоки газов тогда, когда нужно, тогда, куда нужно. Но это как бы вот по лайту, да, я начал с конца. Давайте вернемся в начало. Значит, передача крутящего момента здесь осуществляется таким образом, что вал отбора мощности, он длинный, он имеет длинный все внутри пазик, который, по которому перемещается поршень. И за счет того, что поршень вращается в цилиндре, соответственно, палец вместе с ним вращается, он вращает этот вал. И перемещается из верхней мертвой точки в нижнюю, то есть вот по этому валу. Стоит ли говорить о том, что вал, который имеет какую-то длину и внутри там пазик, ну, прорезь, полость, при вот таком вот движении он, естественно, его будет распирать, пытаться, то есть раскрыть. То есть это либо должен быть какой-то вал очень внушительных размеров, либо там должна быть какая-то дополнительная применяться направляющая, которая будет чем-то его сдерживать. И палец, который его вращает тоже, он не должен быть каким-то прутиком 8 или 10 мм, он должен быть коленым большим внушительным пальцем, который должен передавать крутящий момент. То есть вот этот вот момент, как бы, ну, то есть ресурса здесь в принципе нет. Но даже не это самое главное, самое веселое, что просто улетучивается, это конкретно перемещение поршня. То есть поршень перемещается в цилиндре и вращается за счет того, что у него есть такая выемка фигурная. Это чем-то напоминает привод переключения вилочек в коробке передач. Но если в коробке передач ты вращаешь барабан, и он вот этим вот пазиком перемещает вилку, включая или размыкая передачу, то есть здесь, например, направляющий штифт, он стоит неподвижно, и вот этот пазик выполнен в определенной форме в поршне, и то есть поршень, перемещаясь из нижней мертвой точки в верхнюю мертвой точку, он вращается, то есть скользя об этот штифт-пазик. Теперь у меня, соответственно, вопрос, то есть вы представляете вообще, какая нагрузка испытывается вот этим вот штифтом и поршнем? То есть если ты применяешь поршень из алюминия, в принципе, однозначно ты его, ну, на стенде запустишь там на пару минут, и он сдохнет, потому что алюминий мгновенно разобьется и разрядится на осколки. Даже если ты там дашь ему хотя бы 500 оборотов, я уже не говорю там за 1000-2000 оборотов, вот это вот все, то есть торможение, разгон поршня. Если его применить чугунный там какой-нибудь стальной поршень, ну, смысл полностью теряется всей конструкции. Если его сделать какими-то вставками улучшенными там стальными, а сам поршень алюминиевый, ну, это просто феерическое усложнение конструкции. Это вот, ну, однозначно, нет, эта схема, в принципе, она не работоспособна. Ну, и не это еще самый финал, то есть тут вот нарушено все, что можно было нарушить, здесь нарушено. Теперь самое-то главное. Вдруг кто-то забыл или не знал, я напомню, что в классическом двигателе внутреннего сгорания, где поршень относительно цилиндра неподвижен, я имею в виду, он не вращается вокруг своей оси, и уплотнение поршневыми кольцами осуществляется за счет давления над поршнем. Потому что схема очень простая, то есть над поршнем у тебя давление, давление давит на нищепоршни, оно проникает между жаровым поясом и доходит до первого компрессионного кольца, а дальше происходит магия. Давление газа прижимает кольцо к перегородке поршня. Оно его прижимает с тем давлением, которое над поршнем. И вот как раз за счет того, что кольцо хорошо прижимается к поршню и дополнительно оно прилегает к цилиндру, за счет этого достигается максимально эффективное уплотнение, которое почти не дает какого-то истечения в картер вот этих вот газов. Из сопна идет очень-очень-очень мало каких-то картерных газов. Когда, соответственно, разбивается канавка в поршне, кольцо начинает вот так вот там болтаться, вот этот вот эффект с прижимом кольца, он становится невозможным, потому что канавка, она аж неровно расклепывается, она там где-то больше, где-то меньше. То есть кольцо начинает прижиматься к поршню плохо, прилегать к цилиндру плохо, и в картер проникают отработанные газы, то есть это изношенная поршневая. Такой двигатель развивает крайне плохие экономичные показатели, у него расход топлива больше, мощности у него меньше при этом. Здесь же поршень вращается относительно цилиндра. То есть здесь этот эффект в принципе невозможен. Либо кольцо будет скользить по поршню, либо вместе с поршнем кольцо будет скользить по цилиндру. Но и в первом и во втором случае кольцо не будет прилегать ровно и нормально. И уплотнения там в принципе никакого быть даже не может. Теперь добавьте сюда то, что где-то 50, даже до 60% теплопередачи, которую накапливает в себе поршень, переходит в цилиндр, отдается через поршневые кольца. И как раз, когда поршневые кольца нормально прилегают к цилиндру и к поршню, теплопередача возможно. То есть они в принципе, теплопередача какая-то адекватная, быть не может. Вообще, от слова совершенно. Оно не будет передаваться нормально в стенки цилиндров, и поршень просто попросту сгорит. Поэтому вот этот вот двухтактный двигатель, анимация, я его оставил как бы напоследок, потому что это первое место из того, что я увидел. Это просто квинтэссенция. Вот все, что можно было не знать, не учитывать и нарушить при проектировании двигателя, вот здесь, к сожалению, спроектировано. Я как бы не хочу показаться каким-то грубым, что я там хочу автора обидеть, унизить. Я говорю то, что есть с технической точки зрения. Может быть, автор все вот эти вот моменты учтет и сделает что-то более жизнеспособное. Но вот то, что представлено на анимации, к сожалению, нет. Оно однозначно в принципе не жизнеспособное. Не то, что там как альтернативный двигатель, ну схема, а даже на стенде погонять в выставочном. Это, ну, собрал на выставке, погонял там раз-два и все. И выбросил. То есть это такой макет ради макета. В общем, на этом видео у меня подходит к концу. Такой мой топ того, что я нашел из альтернативных схем двигателей. Вы можете мне в комментариях написать какие-нибудь свои варианты, которые я здесь не озвучил. Название с альтернативными там схемами я, возможно, сделаю второй видеоролик. Такой. Ну, как бы все время вспомните о том, что динамика, она решает как бы все. И если что-то в динамике не может работать, оно не будет работать в принципе. То есть даже если на бумаге оно может иметь там 200% КПД. На практике оно работать, к сожалению, не будет. Как я уже говорил, на этом у меня все. Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь на канал, если что кому интересно по лайв-версии, что сейчас происходит, это на втором канале. Ссылка, как я уже говорил, в описании. Ну, а у меня уже точно на этом все. Благодарю за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok